Доброе утро, друзья! Еще раз говорим мы сегодня о детях и, конечно же, здоровье детей, раз уж День защиты международный, это очень важно. Поэтому мы пригласили с утра пораньше детского стоматолога Кундос Джапарова. Здравствуйте! Доброе утро! Рассказывайте, с чем пришли? Я смотрю, на столе у нас рисуется череп с зубами. Нет, это макет-зуб-макет, так скажем. Это похоже на обставную челюсть. В нашем возрасте я уже знаю, что это такое. Да, примерно это вот то, что макет зубов, как правильно очистить. Хотела бы вначале рассказать, как, что, к чему. Вообще зубы, зачатки зубов у нас закладываются 6-8 недель внутритрубного развития. То есть вы представляете, ребеночка уже вроде бы как бы нету, но уже зачатки заложились. Постоянные зубы закладываются в районе где-то 5-6 месяцев. То есть это вот получается, вот все родители спрашивают, а что, молочные зубы без корней? Вот часто спрашивают. Я говорю, вы представляете, да, ну вы все прошли эту стадию, когда у нас молочные зубы, потом они выпадают, и потом появляются хорошие постоянные зубы. Зачастую приходят родители, а что у них зубы болят? Да, у них зубы болят, потому что у них же так же, как и у взрослых, есть нервы, они, когда оголяются, когда, так скажем, кариозная полость достигает до нерва, болят. То есть дети не зря плачут. Поэтому я хочу сказать, что у детей, как и у взрослых, есть корни, есть нервы, они так же зубы беспокоят. То есть вы развенчали миф, детские зубы тоже необходимо лечить при необходимости. Обязательно, обязательно. И проверять периодически. Да, я вот когда готовилась к тому, что вы придете к нам в гости, вычитала такую интересную информацию о том, что по статистике, по рождаемости на 2000 детей рождается один ребенок, который уже с одним зубиком. И Юлий Цезарь был тому подтверждением. Да, зачастую бывает такая, ну это легенда, это миф, люди, которые рождаются с зубами, они довольно-таки продвинутые, так скажем, в плане, они более такие, знаете, не зря их называют так, покрыски, джоу-борд, арстан, ну, их уже как бы отмечают, что они необычные, вот в этом плане. Богатыри прямо, да. Но мамам тяжело с такими детками. Почему? Потому что, ну, вы представляете, до определенного возраста они, у них во рту нет зубов, и они должны пользоваться зубами в определенный промежуток времени. То есть, если появились зубки, то мама терпит страдания. Зачастую бывает, что, испытывает такие страдания, что приходится избавлять ребенка от зубов, так скажем. Да, бывают такие ситуации, что приходится, это не всегда, так я говорю, но приходится иногда это такое. Что на это влияет все-таки? Когда родителям нужно бить тревогу и, может быть, думать об этом? Родителям надо бить тревогу тогда, когда они уже видят какие-то этот... Но хочу сказать, что зачастую бывает так, зубы появились, мы, родители делают прикорм, то есть, ну, кормят его тем, что обычно сами питаются, ну, обычно. И зачастую бывает такая ситуация, что зубы не чистят. Ну, вот представьте, я сразу родителям говорю, сколько, когда вы начали прикорм? Родители говорят, 6 месяцев. Когда вы начали чистить зубы ребенку? И они говорят, ну, где-то в 2 года, полтора года. Вот представьте, что вы 2 года не чистите зубы! Как вы себя почувствуете? Они сразу начинают, а что надо было? Я говорю, конечно, как только попадает твердая пища в рот, то есть, вы представляете, что, ну, зубы портятся. Поэтому мы предупреждаем. Сейчас на рынке очень большое количество, так скажем, гигиенических средств, то есть, зубные щетки. Зубные щетки для детей буквально годовалого возраста существуют. Вот это, да, для меня это прям открытие. Это очень приятно. Даже просто родители берут, пальчиковые зубные щетки называются, их надевают на пальчик, типа перчаточки, и вычищают. Они приятные на ощупь, и детям не так дискомфортно. То есть, вы представляете, что если зубная щеточка определяет определенной длины, определенной жесткости, представьте, что вот эта щеточка, вы стараетесь почистить его маленькие зубки, конечно, он не даст вам почистить эти зубки. Поэтому есть определенность. Не дает ребенок, бывает, что чувствительность, такая высокая чувствительность, используйте подручный материал, то есть, стерильные бинты, смачивайте в теплой воде и чистите. Не надо в зубной пасте ее смачивать. В обычной теплой воде будет великолепно, хорошо вычищать. Потом я хочу сказать, что вычищать не только ту поверхность, которую вы видите, зубы обладают определенной поверхностью. Внутреннюю поверхность тоже старайтесь вычищать, чтобы снаружи все было чисто, а внутренне накопилось, и процесс у нас пошел изнутри. То есть, облегчайте работу стоматологом в плане того, что когда вы пришли, стоматолог посмотрел, сказал, жду вас через три месяца. То есть, плюс ко всему, зубную пасту лучше не использовать в таком юном детском возрасте. Да, мы рекомендуем использовать зубную пасту в возрасте трех лет. С возраста трех лет. Но если у вас ребенок рано научился полоскать и сплевывать, пожалуйста, используйте. Почему? Потому что зубная паста делает садушками вкусными, приятными, чтобы ребенок хорошо чистил зубы. Соответственно, что делает ребенок? Проглатывает. Зачем нам лишнюю химию? У нас и так уже все насыщено, все в жизни химизировано, так скажем. Зачем лишние проблемы? Поэтому нет. Используйте просто обычную теплую водичку. И хочу еще сказать. Дети это обычно всегда копия нас. Если он не видит, что вы чистите зубы и предполагает, что вы не чистите зубы, что вы меня мучаете? Каждый раз чистить зубы, чистить зубы. А если ребенок реально видит, и это не навязчиво, вот я чищу зубы, смотри, а вот так вот пойдем со мной почистим зубы, у меня к тебе разговор есть. Все, два-три раза так проделали, все, папа чистит зубы, он авторитет будет чистить зубы. Вот так вот. Хорошо. Как приучить ребенка правильно чистить зубы и полоскать при этом рот? Потому что большинство бактерий все-таки у нас не только на зубах, но и в полости рта. Да, но хочу сказать, что не надо бояться бактерий. Они, это нормальный, так скажем, статус, что они у нас присутствуют. И если мы будем оберегать чересчур наших детей от этих бактерий, в какой-то период времени они на него все равно нападут. Вот, поэтому это такая жизнь, что нужно, чтобы они попали, пожили у нас, если им у нас не понравилось, то есть ушли, образно говоря, и жили своей жизнью, так скажем. Поэтому зубы, как я объяснила, надо начать чистить зубы с того периода времени, и как вы стали давать твердую пищу. Твердую пищу. Сколько в среднем длится одна очистка детская? Так, когда, ну, уже, скажем, побольше ребенок, да, 2-3 года, да, в среднем полторы минуты на одну челюсть, это 3 минуты в среднем должно тратиться. Это, ну, такой вот максимальный промежуток времени. Вы знаете, что наши школьники заскочили через 10 минут, выскочили, сказали, мама, я почистила зубы, я побежал, поскакал. А вы уже знаете примерно, ну, как это, как так. В среднем где-то, ну, когда ребенок уже привык, это у него уже отработано, ну, минуты полторы это действительно у него уходит. Ну, изначально 3 минуты, как бы, 3 минуты стараться. Ну, я думаю, что неспроста мы принесли макет, я думаю, что нужно продемонстрировать, как правильно чистить зубы, потому что я думаю, что многие, даже взрослые люди в этом ошибаются. Да, зачастую бывает, что мы торопимся, куда-то опаздываем, и первое, что мы делаем, смочили зубную щеточку, нанесли, не надо наносить, как в рекламах, большой шмат зубной пасты, не надо. Это, вы представляете, потом у вас во рту такая, знаете, как вулкан. Вы скажи, расплевываете, оно не кончается, не кончается, не кончается. Чуть-чуть, буквально с горошинку зубной пасты не хватает, потом лучше добавить. Начинать чистить, если вы правша, конечно, с левой стороны, правой рукой. Если вы левша, соответственно, вы начинаете с левой стороны, правой стороны, левой рукой. Всегда начинать с верхней челюсти. То есть, первое, хочу что сказать, взрослый чистит вот так. И думает, надеется, все, здесь почистили, здесь почистили, все, побежали, поскакали. Нет, выметающее движение – это вот самый оптимальный вариант. Да, есть разные методики, но вот когда вот под углом 45 градусов к зубам, соответственно, и вот так вот вычищается, в среднем где-то мы, ну, стоматологи тоже, люди науки, так скажем, вычислили нам, что 8-10 движений на одном тегменте. То есть, вы держите в одном месте и 8-10 движений стараетесь сделать. То есть, как будто бы вы чуть-чуть прокручиваете зубную щеточку. Поэтому нужно тоже удобно, чтобы была ручка. Почему эргономику меняют? Вы в маркетах, в супермаркетах видите, что зубные щеточки разные. Подбирайте себе. Соответственно, и щетина тоже разная бывает. Средняя жесткость, жесткие, мягкие. Вот об этом я тоже хотела спросить. Как щетина влияет на наши зубы? Влияет на зубы, если вы очень тщательно, хорошо ухаживаете за зубами, и у вас жесткая щетина, соответственно, даже эмаль, самый твердый орган, не выдержит. Он сотрется. Есть такой даже симптом такой, ну, зубы педантичных людей, когда эмаль стертая. Это делается не чем-нибудь металлическим, не бормашиной, а обыкновенной зубной щеточкой. Человек два раза в день усиленно, так скажет, вытирает свои зубы. У нас эмаль, она тоже неравномерная же. Она в одном месте толстая, в одном месте тонкая. И когда щетина каждый день, тонкое место трет, 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 и она может все это стереть. Ну, в общем, подметающие движения все поверхности, то есть вычищаете снаружи, внутреннюю поверхность, вот той, где вы жуете непосредственно, вот там можно с удовольствием горизонтально вот такие движения пойдет. То есть, соответственно, у вас зубная щетка вот так лежит, и вы не вот так вот, а вот так вот лежит, и вытрете. Вот здесь вы можете оторваться от души. Вот именно вот эти части, то есть вот эти части. И, соответственно, внутренние части вы тоже не можете так тереть горизонтально. То есть тоже подметающие движения. И хочу сказать, что передний отдел, у нас зубы же, они, ну, не забор на плоскости находятся. Они в определенной полукружии находятся. Соответственно, передний отдел, вы не можете его так тереть. Зубная щеточка, она слишком большая для того, чтобы поместиться в этом отделе. Соответственно, она будет либо чистить, либо не чистить. Разворачиваете зубную щеточку и чистите. То есть, это вот как бы то, что я вам могу сказать. Точно так же нижнюю челюсть, но только в обратной палец, снизу вверх. То есть, то же самое движение все. В самом конце можете чуть-чуть полуприкрыть зубы. И как бы круговые движения. Вот эти полукруги, как вы сказали, круговые движения, как бы полукруги начерчиваете на зубах, тоже великолепно снимает. И хочу еще сказать, на рынке сейчас появились зубные нити. Хотя бы раз в день пользоваться зубными нитями. У нас Азия, мы любим мясо, у нас между зубами застревает пища. И у нас, когда приходят пациенты, мы такие там горы вытаскиваем, что? Когда говорим, ну вы же взрослый человек, вы же понимаете, что больно это. Да, все понимаю, но потом привыкает, наверное, к НЗ запасу, так скажем. И уже спокойно. Поэтому раз в день хотя бы пользуются зубной нитью. Это вот. Виктория, мне прямо захотелось. Извини, пожалуйста, перебью. Мне прямо захотелось вместе с вами пройти с утра эту процедуру. Вы прям так замечательно объяснили. Я думаю, самое то для наших телезрителей включиться в эту программу и начать чистить зубы и умываться вместе с нами. Ворсинки на зубных щетках бывают разной длины. Что лучше, чтобы этот ворс был абсолютно ровным, либо каким-то рифленым? Больше рифленым. Почему? Потому что вы представляете, что вы когда чистите, вот когда прямая поверхность, соответственно, он в одном месте будет больше чистить, на одном месте будет меньше чистить. Соответственно, вам выдавление создаете. Когда более рифленое, то есть вы представляете, у нас зуб же тоже неровный, он имеет такие полукруглости, туда что-то заходит. И, соответственно, в этих местах тоже нужно очень сядь. Все подбирайте для себя индивидуально. Вы смотрите, чистите. Иногда бывает, мы рекомендуем, как врачи, например, использовать средние жесткости. Кому-то нужно более жесткость. Курящих, кто любит кофе, мы рекомендуем более жесткость. У людей, у которых есть уже стираемость, то есть десна отходит и оголяются части зуба, которые могут стереться, мы им рекомендуем более мягкие зубные щетки. Мягкие тоже на супер-софт же делятся, то есть еще супер-мягкие тоже. При определенных манипуляциях, например, мы рекомендуем определенные зубные щетки. Когда брекеты у вас во рту, когда импланты, соответственно, тоже определенные гигиенические приспособления у вас должны быть. Ну и мы видим снимок тоже. Расскажите, что это вообще значит? Потому что выглядит, я думаю, на первый взгляд пугающе. Да, когда мы в первый раз показываем такой, скажем, сменный прикус, так зубов несколько рядов, все говорят, о, как у акулы. Да, примерно в определенный промежуток времени наши дети превращаются в акул. Почему? Потому что молочные выпадают, появляются постоянные зубы, а на рентген-снимечке это просто фантастически смотрится, как будто бы, о, а это что такое, а это что такое? Все сразу спрашивают. В определенный промежуток времени от 5 до 8, 10 до 13 лет мы детям рекомендуем делать такие панорамные снимочки. Это плоскостное изображение зубочелесной системы у нас, скажем так. Здесь вот на снимочке у нас видны постоянные зубы уже, вот определенные зубы, центральные зубы вышли. Это вы по цвету определяете? Нет, это не по цвету, я уже знаю, что это постоянные зубки. А, это я не знаю просто. Да, а определенные зубы, вот жевательные зубки, вроде стоят, да, здесь зубы, вот, скажем, стоят здесь зубы, это молочные зубы, а вот сверху над ними находятся уже постоянные зубы. И для того, чтобы врачу ориентироваться и предполагать, какие будут патологии, например, по прикусу, нужно сделать эти снимки обязательно. В каком возрасте? От 5 до 13, 18 лет, то есть это в зависимости от того, что у вас там. Каждый год можно делать такие снимочки и наблюдать, как у вас меняется зубочелесная система. Почему? Потому что бывает, что отсутствие зуба. Бывает, это вот, ну, не заложился зачаток такой, аномально это произошло. Чтобы нам предполагать, что нам дальше делать. Сохранять эти молочные зубы, либо удалять и уже готовить ребенка, ну, в определенном возрасте на протезирование. Или отправлять к ортодонту для того, чтобы он, будут изменения прикуса. То есть, соответственно, пустое место не бывает, то есть все сдвигается, даже постоянно зубы могут сдвигаться. То есть, соответственно, могут наклониться, полностью передвинуться, то есть такое тоже возможно. Чтобы этого не произошло, вот такие снимочки обязательны, мы считаем. Вот что касается неправильного прикуса, от скольки до скольки в возрасте можно поменять его? Поменять его можно до 40 лет, до пока у вас не произошла, так скажем, обратная тенденция. То есть, кость у нас такая подвижная структура. Где-то добавляется кость, где-то убавляется кость. Пока у вас обратный процесс не преобладает над добавлением, можете смело, говорят, вот мне уже 20 с лишним лет, мне, наверное, поздно прикус менять, зубы менять. Ничего не поздно, идите к врачу, консультируйтесь, и вам точно скажут. Что касается брекетов, там такая же аналогичная история, верно? Да. То, что до 40 лет вы можете смело поставить брекеты и поменять форму зубов. Здорово. Спасибо большое. Мы вам говорим за действительно полезную беседу. Я думаю, для многих наших телезрителей она таковой была. У нас в гостях был детский стоматолог Кундос Джапарова. Друзья, продолжайте быть здесь, мы скоро вернемся.